Многие вопросы будут, так скажем, не приняты большинством в Государственной Думе, потому что профильные комитеты в большей части отклонили эти законопроекты. Касаются они в основном, безусловно, улучшения социального положения и социальной защищенности наших граждан, к сожалению, поэтому, наверное, скорее всего, они и отклоняются. Я хотела бы заострить внимание на нескольких позициях, которые сегодня тоже будут рассматриваться, в том числе и законопроект об инициативном бюджетировании, который сегодня ставит, так скажем, вопрос вообще о бюджетах муниципальных образований. Дело в том, что сегодня очень серьезные проблемы возникают, и сегодня уже президент говорит об этом, что муниципальные образования не имеют средств на собственное развитие, особенно это касается крупных городов, городов-миллионников, таких, например, как Новосибирск. И сегодня серьезные проблемы возникают именно с собственными ресурсами для развития этих городов. Ну, вот те законопроекты, которые мы сегодня будем рассматривать, они просто точечно устраняют некоторые небольшие проблемы и требуют достаточно серьезных доработок ко второму чтению. Вообще, государственный и внутренний долг муниципальных образований на сегодняшний день где-то более 350 миллиардов рублей. Это достаточно серьезная ситуация в муниципальных образованиях. Мы прекрасно понимаем, что, особенно в небольших таких районных центрах, там бюджет складывается исключительно из заработной платы, платежей по коммунальным услугам, значит, и, пожалуй, все. Ну, естественно, они, как учредители, например, образовательных учреждений, они несут ответственность за ремонт этих образовательных учреждений и они должны в своих бюджетах изыскивать средства. Более того, на сегодняшний день участие в государственных программах и в том числе в национальных проектах, кстати, по которым нам обещали софинансирование не более, так скажем, не менее 95%, а регионы не более 5%. Это, к сожалению, так не случилось, совершенно по-другому сегодня софинансирование распределяется. И им приходится находить средства на то, чтобы эти средства можно было использовать в качестве финансирования государственных программ и национальных проектов. Таких средств в бюджетах нет, и поэтому они идут куда? В коммерческие банки. Если мы сегодня посмотрим, то в коммерческих банках берут кредиты, если по 2018 году смотреть, 19, наверное, сколько не лучшая ситуация, порядка 90% муниципальных образований всего закредитованы, закредитованы именно в коммерческих кредитных организациях. Поэтому, конечно, сегодня нужно рассматривать вопрос о том, как дальше вообще жить, потому что там живут люди, и там есть такие серьезные проблемы, о которых мы постоянно говорим на комитетах, на комиссиях и в зале пленарных заседаний. К сожалению, пока решений серьезных нет. Например, мы рассматриваем такие проблемы, как последние изменения в бюджет, которые касаются послания президента. А послание президента сегодня касается исключительно решения самых насущных болевых точек именно в муниципалитетах. Что, о чем идет речь? Ну, например, сегодня рассматривается вопрос о строительстве дополнительных средств на строительство школ. Эта тема больная, и эта тема сегодня затрагивает практически все регионы, потому что, во-первых, средств недостаточно, во-вторых, забюрократизированность самого участия в этой государственной программе тоже. Не позволяет своевременно подготовить проектно-смертную документацию, построить и сдать объект. Вот, и, естественно, сегодня процент софинансирования. Дело в том, что мы из федерального бюджета финансируем только, так скажем, само строительство. А вот все коммуникации, то есть инфраструктуру нужно искать средства и все это подводить за счет бюджета исключительно региона, плюс бюджет муниципалитета. Я могу сказать, что в Новосибирской области у нас сегодня не менее шести школ, это строящийся город, новые микрорайоны. Нам нужно шесть новых школ как минимум. К сожалению, мы не можем себе сегодня позволить этого, потому что та же самая проблема. Не хватает средств на то, чтобы финансировать и инфраструктуру, и финансировать свои обязательства для участия в национальном проекте, в государственной программе. Поэтому, естественно, вот эта проблема, она ставится во главу угла, и есть много разных моментов, которые на сегодняшний день не позволяют ее решить. Прежде всего, я считаю, что это непонимание правительства Российской Федерации. Вот если бы наших министров всех собрать и отправить, например, в Новосибирскую область, в какой-нибудь далекий-далекий татарский и устарский район, для встречи с населением этих муниципальных образований, я думаю, они бы сразу прочувствовали, какова истинная и реальная ситуация именно вот в этих маленьких муниципальных образованиях. Поэтому вот сегодняшний законопроект об интенсивном бюджетировании, он, конечно, поможет решить небольшую часть этих проблем, однако основную часть проблем должно решать все-таки правительство при помощи федерального бюджета. Ко мне поступило обращение от жителей Юрьевского района Республики Мариел. Всего 1725 подписей. Это примерно одна треть от всех взрослых жителей района. Я понимаю, что эта ситуация ненормальная. Они рассказали, что уже обращались раньше и получили отписку, что все у них в районе хорошо. Они сейчас написали письмо уже президенту страны, Путину, и тоже ждут ответа. Я доехал и посмотрел. Район вымирающий. Там нет ни одного промышленного предприятия, нет ни одного сельхозпредприятия. Все доходы только пенсия, больница какая бы ни была и школа. Вы знаете, проблема первая в том, что в поселке Юрино нет терапевта. А терапевт это ключевой человек здравоохранения, который определяет, какому врачу направить на дальнейшее лечение. То ли кардиологу, то ли нейропатологу. И от того, что терапевта нет, люди не могут никуда поехать. Они занимаются самолечением. Из-за этого вместо того, чтобы на начальной стадии как-то откорректировать лечение, человек поставит диагноз. Они доводят до того момента, пока человек не схватит себе инфаркт или гипертонический кризис. Тут переходим к второму моменту. Неотложка. Район лесной, и поэтому только в одну сторону, скажем, село Васильевское, скоро едет один час. И получается, хотя у нас в России на доставку дается час золотой, только в одну сторону ехать, скорый час, обратно, там пытаться оказать помощь. В итоге три часа доставка больного. В одну, одного человека. Если бывает второй звонок или третий, то больные ждут по шесть, по восемь часов, и они возмущены совершенно справедливо. И вот здесь возникает интересный момент. Я же вам говорил, что там нет терапевта. Там есть хороший человек, он по образованию акушер. Иван Александрович, да бог ему, долгих лет жизни, здоровья, потому что всех везут к нему в любое время суток. Если он может помочь человеку, то что-то как-то облегчение приходит. Если он не справляется, тогда человека снова везут за 100 километров в соседний район, в село Озерки. Там его перегружают. Грузят снова в Неотложку, уже Горномарийского района. Везут в село Коротни, на берегу Волги. Если лето, то переправляют на пароме, ждут паром. Если нет, как сейчас, перегружают в подушку судно-воздушную подушку. Не называют просто подушкой. Переводят через Волгу, снова перегружают Неотложку и везут уже в больницу. Итого уходит один день. Именно поэтому у них много отказ в госпитализации. Не то, что больные не хотят лечиться, они просто хотят остаться живыми, а вот так день путешествовать они просто не согласны. В отчетах все хорошо, а на жизни это просто ужасно. И третий момент завершающий, я до него там только впервые коснулся. Юринский район, это центральная часть России. Но эта подушка работает только в одну сторону, на больницу. Когда человек поправился, его с больницы выгоняют, иди домой. А как он доберется домой, когда лед тонкий или вообще ледоход? Прыгать по льдинам через Волгу? Просто мне мужчина рассказывал, прям плакал. Он сына отвез, его пролечили, избавили от пневмонии. Пока добрались домой, он заболел повторно. Поэтому я считаю, этот случай, это вообще Юринский район, нужно взять за основу и как кейс, как задача, пример рассмотреть на комитете по демографии. Потому что мы понимаем, что если по отчетам все хорошо, и чиновники чего менять не будут, потому что на самом деле отчеты хорошие, а население вымирает и кричит, мы хотим жить, то необходимо разобраться, что необходимо поменять, чтобы у людей все-таки было право на жизнь, они могли им воспользоваться. Поэтому будем бороться и будем спасать людей. Спасибо.